Много всяких подарков нам готовят в грядущей неделе. 12 декабря отмечаем годовщину Ельцинской Конституции. Якобы мы живем по этой Конституции, якобы она была принята. На самом деле, конечно, референдум по Конституции был фальсифицирован, точнее его результаты. До сих пор остается неизвестным, больше половины или меньше половины граждан пришло на этот референдум. Но уж точно этот референдум, согласно действующему на тот момент законодательству, не состоялся. Поэтому Ельцинская Конституция не была принята, потому что, согласно закону о референдуме, который был принят в 1990 году и действовал на тот момент, в 1993 году, для того, чтобы Конституция была принята, для того, чтобы результаты референдума были признаны состоявшимися, за Конституцию должно было проголосовать больше половины от числа избирателей, обладающих правом голоса. Но поскольку пришло на референдум чуть больше половины избирателей и проголосовало, даже по официальным данным, тоже чуть больше половины, это означает, что за Конституцию проголосовало 25, максимум 30% тех, кто имел право голоса, имел право участвовать в референдуме. Поэтому живем мы по фальшивой Конституции, ну, точнее, нас пытаются принудить к тому, чтобы мы жили по этой Конституции, а сами чиновники, конечно, живут не по Конституции, они ее беспрерывно нарушают и даже изменяют вопреки действующим законам на данный момент, на сегодняшний момент. Произвольно меняют состав Российской Федерации, сливая, переименовывая субъекты Российской Федерации, даже включая в состав государства новые субъекты Федерации, которые доселе в ней не числились. Это произошло с Крымом. Мы поддерживаем присоединение Крыма к Российской Федерации, желательно, конечно, чтобы присоединилась и вся Украина, и вся Белоруссия, и весь Северный Казахстан. Это было бы воссоединение, а не присоединение. Но хотелось бы, чтобы проходили референдумы, чтобы спрашивали народ, а готов он к присоединению к какой-то территории. А если захотят, присоединить Таджикистан. Мы будем тоже решать так вот сборищем лиц, которые обладают депутатским статусом, но не обладают правом изменения государственных границ. К сожалению, вот такие у нас без всякого закона происходят действия. Еще мы отмечаем на грядущей неделе, 11 декабря, годовщину Манежки, выступления молодежи против этнобандитизма, этнопреступности. Это произошло в 2010 году, и власть тогда очень сильно испугалась и начала дальше закручивать гайки. А в миграционной политике, в политике межэтнических отношений не изменилось ровным счетом ничего. Точно так же власть ненавидит русский народ, как она недовидела и тогда, и считает его главным своим врагом. А вовсе не этнические банды, которые заполнили нашу страну. И миграция никак не изменилась. Нам все время рассказывают про то, как меняются правила миграции, как тяжело оказывается теперь въезжать в Российскую Федерацию. На самом деле не тяжело. На самом деле все барьеры сняты или они очень легко обходятся. И сами чиновники организуют специальные процедуры, по которым все барьеры можно обтекать, обходить или проходить сквозь эту систему, якобы мешающую беспрепятственной иммиграции в Россию огромных масс представителей инокультурных народов. На истекшей неделе нам всем был предложен подарок в виде послания президента Федеральному собранию Российской Федерации. На самом деле, видимо, хотели охмурить нас, обычных граждан. А вот эта аудитория, которая собралась в Кремле, она просто, как говорится, для мебели была там расставлена, для того, чтобы вовремя похлопать. Ну, эти протокольные физиономии, когда их показывают по телевидению, в общем-то, все говорят о смысле этого мероприятия. Просто пытаются создать иллюзию того, что в нашей стране, в нашем государстве все хорошо, в то время как все плохо. О плохом не принято говорить. Говорят в основном о хорошем. Какие мы сильные, как мы утрем нос всему миру, какие замечательные у нас достижения. Все это, конечно, вранье. И мы уже, наверное, привыкаем к тому, что от государственной власти исходит только вранье или сплошное вранье. Ну, соответственно, коль скоро Владимир Путин готовил подарок в виде этого послания, такую новогоднюю сказку, то и ему тоже подготовлены подарки. Международная общественность подарила ему подарок в Грозном. За день до того, как Владимир Путин собрался провозгласить свое послание, в Грозном началась война. Нам все время рассказывают, как там хорошо, какие там построены дворцы за наш счет, разумеется. Не за счет какого-то там невероятного ударного труда чеченского народа, а за счет того, что Владимир Путин выламывает из государственного бюджета огромные деньги и передает вот этому бандиту Рамзану Кадырову, который управляет якобы своим народом очень эффективно. На самом деле, среди чеченцев огромное количество людей, которые ненавидят Кадырова, потому что руки у него по локоть в крови, его бандформирование управляют вот этим куском российской территории, а также на выезде осуществляют массу преступлений, берут под контроль бизнес, запугивают. Почему? Потому что у кремлевского квазипрезидента есть приятель, чеченский квазипрезидент или квазиглава администрации. Вот такие фиктивные сущности понимают, насколько они фиктивны, поэтому сближаются и поддерживают одна другую. А стране от этого очень нехорошо живется, потому что очень неприятно, когда в любой точке государства может появиться чеченская банда и установить там свои порядки на время, а может быть навсегда. На этих бандитов найдутся другие бандиты. Вот они ворвались в центр города, устроили там стрельбу, массовые беспорядки, гибель людей, гибель сотрудников полиции, подожгли там дом печати практически, его спалили. Ну, в общем-то, туда и дорога, и дом печати. И, в общем, если разнесут в дребезги то, что там соорудил вот этот бандитский режим Рамзан Кадыров, это будет логично, потому что это судьба любого террористического бандитского режима. Быть погребенным под собственными обломками. Потому что те правила жизни, которые установили Путин и Кадыров в Чечне, да и по всей российской стороне, они нестерпимы для граждан. Они ведут к тому, что появляется все больше людей, которые с такой властью мириться не собираются. Может быть, в Чечне эти люди вступили во взаимодействие с какими-то внешними силами, что для патриотов России является неприемлемым. Но, тем не менее, точно так же, как на Майдане, использованы были ресурсы иностранных государств для того, чтобы свалить ненавистный режим. Но в результате у власти оказались еще более ненавистные гражданам люди. Те же самые олигархи, только еще более отвратительные. Для русских патриотов, конечно, неприемлемо пользоваться поддержкой каких-то внешних враждебных России сил. А в Грозном это произошло. Ну, в общем-то, по делам. Я думаю, что это не первый и не последний террористический акт, который возникнет на территории Чечни. И, в конце концов, чеченское руководство само себя сожрет. И этот режим, конечно, обречен на погибель. Ну, еще один подарок Путин сделал самому себе перед своим посланием, чтобы казалось, что в стране порядок, что можно рассчитывать на какие-то радужные перспективы. Этот подарок выразился в инвестициях в доходы спекулянтов на биржах в размере 2,6 миллиарда долларов, которые Центробанк выделил на то, чтобы перед оглашением послания президента как-то смягчить падение национальной валюты и представить картинку, как будто бы она не так плачевна, как выглядит. Ну, прошло несколько дней, и эта плачевность стала вновь очевидной. Еще один подарок нам на истекшей неделе преподнес Анатолий Чубайс. Поступила информация о том, что он, гуляя где-то в Иордании, сломал себе обе руки, ему сделана операция, потом как-то неудачно ему снова пришлось делать какую-то операцию. В деталях ситуация, конечно, не ясна, поцарапал он там свои руки слегка или действительно сломал, но интернет наполнился ироническими, ерническими и даже грубыми сообщениями на эту тему, грубыми комментариями. Видно, насколько этого человека ненавидят во всех слоях общества, при любых политических позициях. Но надо напомнить, что Чубайс – это такая неприкосновенная фигура, которую Ельцин передал в качестве наследства Путину, и Чубайс продолжает свое дело, то, которым он занимался всегда, начиная еще с советского периода, планирование и разграбление страны. Ну, Роснана – это же просто воровская контора, и туда вливают деньги именно для того, чтобы украсть, а не для того, чтобы принести какую-то пользу обществу. Ну вот сейчас Господь Бог, как мне довелось написать, начал издалека. Обычно ведь наши пожелания начинаются с ног, переломать ноги какому-нибудь негодяю, потом они следуют дальше, может быть, шею бы сломал какой-то наш недруг. Ну вот в данном случае Господь Бог начал издалека, начался рук. Будем надеяться на то, что на этом все не остановится, и когда-нибудь вот этот негодяй, действующий уже десятки лет в российской экономике, в российской политике, получит свое, то, чего он заслуживает. Владимир Путин, видимо, к Новому году решил нас порадовать тем, что у нас замечательная демографическая ситуация, что у нас численность населения растет, пусть хоть и понемножку, и продолжительность жизни тоже продолжает расти, и даже поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни с 71 года до 74. Ну, конечно, это обман с продолжительностью жизни и с демографической политикой. Вот по расчетам известного демографа Башлачева, падение численности населения в русских регионах – это примерно 250-300 тысяч человек за нынешний год. О каком улучшении ситуации можно говорить? Может быть, демографическая ситуация где-то и улучшается, но она никак не улучшается для русского народа. Поэтому, когда нам рассказывают, как замечательно живется народу в России, нам нужно спросить, какому народу? Явно не русскому народу. Демографическая ситуация для русского народа – плачевная, экономическая ситуация – плачевная, политическая тем более. Русские, составляя подавляющее большинство населения России, крайне скупо представлены в крупном бизнесе, практически не представлены в политике, и испытывают тяжелейшее бедствие в сфере демографии. Вот с этой ситуацией мы войдем и в будущий год. И если нынешняя власть сохранится, и ее стратегия сохранится, мы видим из послания президента, что именно так оно и будет, то бедствия будут продолжаться. И единственное средство прекратить эти бедствия – это сменить власть. И, соответственно, сменить ту парадигму управления, которое установлено еще в 1991 году в результате государственного мятежа, который разорвал нашу страну на куски, обрушил экономику и позволил варью, международному или выращенному здесь, растащить, разграбить национальное достояние и продолжать это дело в течение многих десятилетий. Мы должны это пресечь. Если пресечем, то уровень жизни в России достигнет примерно среднеевропейского очень быстро. На это надеемся, рассчитываем, но также и должны действовать в этом направлении. Это значит сплачивать русское движение, формировать политическую силу, которая в будущем, желательно в ближайшем будущем, заместит вот эту воровскую олигархическую группировку, которая сейчас издевается над страной. Русской коалиции действия согласован митинг в Москве около метро 1905 года на площади 12 числа, 12 декабря с 16.00 до 18.00. Конечно, при морозце так длинно митинг мы проводить не будем. Скорее всего, проведем с 16.30 до 17.30 в течение часа, может быть, чуть больше. Мы приглашаем русских патриотов, русских националистов, участников русского движения. Организатором выступает русская коалиция действия, куда входят многие политические организации, в частности, наша партия «Великая Россия», народное ополчение имени Минина и Пожарского, русско-имперское движение, инициативная группа за проведение референдума за ответственную власть, «Черная сотня» и другие организации, активисты которых выскажут свою позицию, прежде всего, о миграционной политике нынешнего правительства, которая душит нашу страну, о олигархии, которая уничтожает нашу страну, о безответственной власти. В общем-то, достаточно обычная повестка дня. Русская коалиция действия не напрасно отказалась от участия в шествии и митинге, которые якобы организовали медицинские работники, медицинские профсоюзы в Москве и в целом по стране. Как прошла акция по стране, никто не знает, по всей видимости, никто этим и не занимался. А в Москве прошло типичное белоленточное шествие. В том числе с участием разного рода извращенцев. Флаги они как-то на этот раз не подняли, но постарались свое присутствие отметить. И мы тоже отмечаем, что организаторы этого шествия оказались консолидированы с педерастами, с извращенцами, с теми, кого любят именно белоленточники. Само шествие было абсолютно сходным с тем, что мы видели и раньше. Участвовать в этом безобразии было совершенно невозможно. Наши наблюдатели посмотрели за тем, как все это дело происходило. Никакой программы, никаких реальных претензий к власти, никакой консолидации, ничего. Это просто пустопорожнее действие. В таких действиях, конечно, ни русским людям, ни русским организациям принимать участие не нужно. Лучше приходить на те мероприятия, которые проводит русская коалиция действия и консолидироваться в единое общее русское движение. Зимой ждала, ждала природа. Снег выпал только вот с начале декабря. Точно так же страна ждала выступления Владимира Путина с посланием к федеральному собранию. Думали, что там состоится какое-то откровение, нечто совершенно уникальное. Нет, все как обычно. Абсолютно тот же бесплодный треп, абсолютно та же безответственность. Здесь ровно такое же послание было 14 или 15 лет назад, уже непонятно сколько прошло. Уже даже позабывается, когда впервые Путин выступил с посланием к федеральному собранию. Безответственность и болтовня. Больше ничего. Риторические приемы, которые долго, видимо, отрабатывались перед зеркалом. Но также и сбои, которые обусловлены уже достаточно преклонным возрастом и ослабевшим здоровьем. А в общем-то полная интеллектуальная несостоятельность. Несостоятельность во всем. Да, были какие-то попытки дать сигнал русским людям, что все-таки они существуют, что русский народ существует. Три раза было произнесено слово русский, русский народ, русская нация. На этот раз российской нации не было места в послании президента. А русской нации было однажды сказано. Правда, что это такое, никто так и не понял. Потому что она оказалась у нас многоплеменной и многонациональной. Как всегда, нация многонациональна у нас, у людей с запутанными мозгами. Ну и президент Путин также процитировал Ивана Ильина. Это уже стало традицией. Человек, который не читал ни строчки из Ивана Ильина, его цитирует. Цитирует некую фразу, где говорится о русских людях, о свободе, которая принадлежит им по праву в России, за которую надо бороться. Но о чем, собственно, эта была фраза, как она привязана ко всему остальному речитативу, который исходил от Владимира Путина, осталось неясным. Ну, фраза ради фразы. Ничего в этой фразе Путин не понял. И, естественно, он не читал ни то, что было до этой фразы, ни то, что после этой фразы. И, естественно, что он не понимает, абсолютно не понимает, кто такой Иван Ильин, какова идеология, которую он проповедовал. И я даже предположил, если бы Иван Ильин вдруг оказался жив, и у него бы спросили, посмотрите, Иван Александрович, есть некий человек, который называет себя президентом, вот он выступает с такой речью, вот его политика. Как вы к нему относитесь? Что следует сделать с этим человеком? Я думаю, что Иван Ильин, не задумываясь, ответил бы «повесить». Крым, Древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Конечно, Иван Ильин был бы самым яростным противником той политики, которую проводит сегодня Владимир Путин. Но что еще там было в послании, в общем-то, на фоне просто потока каких-то слов в стиле советских времен, каких-то агиток, каких-то требований непонятно кому, мы должны, мы должны сделать, все абсолютно неконкретно. Ну вот, сказано впервые, наверное, о том, что на Украине состоялся вооруженный захват государственной власти. Но при этом вот этих захватчиков почему-то признают легитимными правителями. И даже, как признался Владимир Путин, прокредитовали вот этот режим бандитов, приезжающих к власти, на 32,5 миллиарда долларов. То есть изъяли у нас и отдали туда. Ну, конечно, там постарался Газпром, там Сбербанк, ну и российские чиновники тоже постарались из бюджета зачерпнуть как можно больше денег и туда, в топку. Ну, все там, разумеется, сгорело. 32,5 миллиарда долларов. А кто ответит за то, что передали разрушающейся стране, крайне враждебной, ведущей войну против России, такие колоссальные суммы, отняв их у граждан России? Как это вообще может быть? Как беззастенчиво вот так это выдавать за некий успех, за некое стремление к миру? Да вы врага своего профинансировали. Получается, что бюджет Российской Федерации – это источник, средства для врагов Российской Федерации. Ну, так, в принципе, оно и есть, так оно уже есть давно, потому что этот бюджет также источник и для обогащения олигархической группировки, которую возглавляет Владимир Путин, и гарантом которой, гарантом существования которой и продолжения ее существования он и является. Ну, что-то было тут сказано про традиционные ценности. Правда, что это такое, Владимир Путин, видимо, не знает, поэтому он не рискнул об этом сказать ни слова. Надо опираться на традиционные ценности. Чьи традиционные ценности? Какие традиционные ценности? каким государственным решением это приводит ну как всегда все осталось в туне по существу было сказано немножко про малый видимо средний бизнес что должна быть публичность проверок надзорные каникулы на три года должны быть для тех кто понравится режиму олигархическому на четыре года зафиксировать налоговые условия то есть это фактически смертный приговор для сегодняшнего свободного предпринимательства должна произойти еще амнистия капиталов которые возвращаются в россию то есть амнистия для преступников которые здесь награбили а теперь им говорят возвращайтесь мы все простим простим это что вы не выплачивали налоги и даже уголовные преступления это было сказано прямо мы прощаем уголовникам уголовные преступления лишь бы вы вернули хоть какие-то деньги и здесь эти деньги начали обращать я думаю что вряд ли кто-то из этих уголовников поверить что в россии можно наладить какой-то бизнес они здесь уже награбили они награблены вывезли не для того чтобы возвращаться но если возвратятся то наверное это будет сговор одних уголовников с другими разумеется против россии против русских ну что тут удвоить объемы дорожного строительства это реально это реалистично как сказал путин правда сослался на некие разработки сам он видимо не смог разобраться в вопросе поэтому очень реалистичное предложение удвоить объемы дорожного строительства ну и что тут где до капитализация банков очень интересное предложение то есть у нас банковская система видимо является настолько важным элементом производства любого товара что без того чтобы опять не вычерпать денег из бюджета ну просто невозможно и еще конечно вранье без вранья ну как же может обойтись какое-нибудь сообщение федеральному собранию можно было бы конечно и к нации обратиться но владимир путин этого не умеет поэтому он выступает всегда перед своими халуями либо и журналистского сословия либо из вот тех кто прикидывается народными представителями федеральное собрание конечно сейчас никого не представляет кроме самой олигархии и вот этой чиновные братья вранье это по поводу демографии оказывается у нас два года уже естественный прирост у нас просто настолько ломятся роддома от рождающихся детей что в москве их просто начинают закрывать ну зачем и так как-нибудь обойдутся на улице может быть рожают я не знаю где этот учтенный прирост населения может быть он на кавказе может быть этот прирост еще дополняется теми кто приезжает сюда мигрантами они тут рожают русский народ как был демографической катастрофе так и остается ну вот еще одно вранье это про то что у нас средняя продолжительность жизни уже 71 год и в каких-то там непонятных рейтингах наша страна уже на хорошем счету по здравоохранению это при полном погроме который сейчас ведется при ликвидации особенно в москве ведущих клиник и в целом коммерциализации все их сферы медицинского обеспечения ну как и сферы образования то есть вот при полном погроме у нас оказывается все так замечательно реальные цифры совершенно другие они несравнимы с теми которые обнародовал владимир путин своем послании у нас большинство мужчин едва доживает до пенсионного возраста ну а коль скоро начали немножко переваливать этот пенсионный возраст сейчас еще пенсионную реформу затеет чтобы любыми способами не мытьем так а то ним просто не платить пенсионерам заслуженной пенсии поэтому хватит нам врать хватит нам врать и я думаю что ни одному слову вообще из того что владимир путин или его подчиненные сообщают о состоянии россии верить нельзя и никогда нельзя было верить я то не верю уже давным-давно но вот некоторые только сейчас приходят тому что тотальное вранье это способ управления страной со стороны группировки путина в целом мы видим что ничего не получилось из этого послания федеральному собранию не обещано и предвкушаемой кем-то либерализации не склонение в сторону патриотов ничего этого не будет никаких то решений связанных с развязкой внешнеполитических узлов ничего будет все то же самое вся та же тупость вся та же изменническая глупая олигархическая политика и никуда путин не денется он будет действовать ровно так же как действовал всю свою жизнь во вред нашему отечеству ну соответственно мы ждем только одного его ухода и прихода во власть настоящих русских людей которые будут служить россии которые без запинки будут произносить слова русская нация русский народ русские люди которые будут не только цитировать ильина но и знать его и воплощать многие его идеи в жизнь это собственно и является целью русского национального движения ведь именно здесь в крыму в древнем сердцонесе или как его называли русские летописцы корсуни принял крещение князь владимир а затем и крестил всю русь наряду с этнической близостью языком и общими элементами материальной культуры общей хотя и не отчерченные тогда устойчивыми границами территории нарождающийся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя христианство явилось мощной духовной объединяющей силой которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира и именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом накануне оглашение вот этого послания президента российской федерации федеральному собранию со своим бредом выступил его ближайший клеврет господин володин возглавляющий администрацию президента он сказал что за период 2012 2014 годов созданы создана базовая архитектура стабильности и устойчивого развития политической системы которая работает не конъюнктурно а на основе легитимных правил и норм ну вранье просто вот капитальнейшее вранье создана система полностью имитационная никакого там никакой стабильности устойчивости это просто фальшивка просто фальшивка в пользу узкой группы лиц которая пришла к власти то есть это преступный захват власти состоялся вот об этом можно сказать да создана архитектура которая стабильно и устойчиво работает из созданная из людей которые противозаконно захватили власть вот с этим можно согласиться володин сказал что увеличилось число партий проходят прямые выборы губернаторов госдума будет формироваться на смешанной системе появилось много вариантов организации местного самоправления обновились софета общественная палата растет поддержка н кого полное вранье все это возьмите просто выбросите в мусорное ведро господин володин и я надеюсь что если вы это не сделаете то это сделает кто-нибудь другой из в самое ближайшее время россия безусловно живет и многие годы будет жить в эпохи путина принципы путина по володину это сильная самостоятельная суверенная целостная россия врать вам не переврать наверное столько вранья накопилось в этих людях а может быть в них вообще ничего кроме вранья не существует если так то наверное мы составляем какие-то разные антропологические типы они это слуги дьявола слуги золотого тельца из них в районе источается в неограниченных размерах мы конечно тоже иногда ошибаемся мы иногда говорим неправду по своей слабости мы иногда обманываемся иногда обманываем других невольно или вольно именно потому что мы слабых а жизнь сложна но мы не являемся бесконечным источником лжи мы все-таки не обслуживаем лживую власть не обслуживаем преступников и воров мы не обслуживаем изменников мы совершенно другие люди мы русский народ они проходимцы нерусь и вырусь положение дела на украине нас третит тревожит традиционно тревожит продолжение обстрелов новороссии донецка луганска продолжение антирусской политики по всей украине криминализации всей стороны подчинение ее внешним интересам формирование правительства из русофобов завезенных из других стран все это абсолютно отвратительно цену провал этот был предрешен политики путина начиная с 2004 года когда он поддерживал этого отморозка криминального януковича безвольного трусливого негодяя которого тогда попытались сделать президентом в тот раз не получилось заскочил на президентский пост ющенко но потом все-таки продавили и янукович сделал то что он сделал фактически сдал украину врагам русского народа и российской государственности врагам идеи воссоединения славянских государств воссоединения большого русского народа великороссов и малороссов ну и сейчас вот побежали с кораблях некоторые крысы которые там завелись уже давным-давно из кремлевского подразделения которое занимается российской политикой в отношении украины по собственному желанию уволилась два высокопоставленных чиновникам за последние несколько месяцев из управления уволилась еще около пяти шести сотрудников ну примерно такая же ситуация была и после провала российской политики в 2004 году кого-то там увольняли создавали новые подразделения но вы друзья как не садитесь всем музыканты не годитесь как по басне крылова вы все ослы козлы и к вы все ослы козлы и косолапые мишки вот так в этой басне сказано ваш концерт будет полной какафонии как бы вы там не набирали пока в стране правит русофобы у них ничего не будет получаться у них все ближайшие государства все славянские государства или не славянские государства все будут полувраждебными или совсем враждебными а уж на западе невозможно будет не найти никаких союзников потому что вы и сами есть тот самый запад который спит и видит как уничтожить россию и присвоить ее богатство в себе вот настоящую европу европу традиционных европейских ценностей вы никогда не найдете она не будет вашими союзниками только русская власть сможет опираться на союзник в европе и по всему остальному миру когда в россии будет русская власть союзников у нас будет хоть отбавляй и воссоединение страны воссоединение славянских народов братских народов произойдет очень быстро но для этого надо смести власть олигархии которая сегодня засела в кремле и по всей вертикали так называемой вертикали управления она только ворует и предает никаких других функций у нее нет кадровые изменения в этой комарилии олигархической примерно происходит по одинаковому сценарию премьер-министр рф дмитрий медведев отправил отставку главу рост природнодзора ну ладно в тюрьму бы отправил ну вот владимир кириллов возглавлявший рост природнодзор с января 2008 года наконец-то отправился куда-то на другую работу к сожалению не в тюрьму у нас почему-то тех кто разоряет страну в тюрьму не сажают и ушел он на другую работу в санкт-петербург потому что он был одобрен как кандидатура вице-губернатора и будет он там вы думаете заниматься природными вопросами вопросами сохранения среды обитания да нет он переброшен туда как специалист по культуре как эффективный менеджер он может управлять культурой может природоохранной может быть его потом послом отправят куда-нибудь потому что он и в дипломатии специалист наверное будет читать лекции как большой ученый это судьба от всех негодяев которые зашли на пост уровня министра или директора коммунист департамента российской федерации за ними сохраняется как бы они не негодяйствовали как бы они не воровали на своих высоких должностях сохраняются привилегии привилегии которые раньше называла назывались системой номенклатуры вот теперь номенклатура у нас такая тоже пересаживается с места на место но еще и ворует невероятно сильно всех огорчил вопрос о закрытии южного потока газопровода который должен был пройти в обход украины по дну черного моря и через болгарию снабжать российским газом европейские государства но поскольку болгария уже окончательно сказала что она газопровод через свою территорию пропускать не будет и это сделано в угоду европейским а точнее хозяйствующим на территории европы американским политикам то не будет южного потока видимо надеялись что будут умолять на четвереньках ползать поскольку газпром уже вложил более 5 миллиардов долларов в этот проект владимир путин решил сделать такой демонстративный ход сказал что все южный поток закончился проект закрыт болгария наступил на горло собственной песни доход от транзита газа должен был быть не менее 400 миллионов евро в год болгария легко пожертвовала это ну видимо очень богатая страна но пожертвовала именно для того чтобы россия не получала тех доходов на которые она рассчитывает вот все мы так друг другу славянские государства наносим максимальный ущерб украина россии россии украине болгария россии россия болгария и так далее кому-то надо чтобы славянские государства ссорились между собой постоянно придавали какие-то общие интересы и нищали нищали антиславянская направленность политики верхов которые захватили власть в славянских государствах совершенно очевидно они действуют пляшут по дудку в заокеанских да и по всю сторону океана действующих русофобских антиславянских сил русофобия в россии исходит от ключевых политических игроков которые выращены в пробирке собственно не обладаем собственно никого не представляя не демонстрируя каких-то программ стратегического мышления у нас были порождены так называемые парламентские партии ну и теперь чем они занимаются вот был некий свинский скандал в брянске проходил торговый фестиваль и там некий остроумец хозяин корпорации царь мясо украсил свой рекламный стенд композиции три поросенка три партизана ну видимо он очень не любит партизан по какой-то причине то ли русских партизан то ли белорусских партизан может быть украинских партизан вот он обредил убитых поросят вот этих мертвяков которыми он торговал в партизан свиные туши были одеты в партизанские сапоги и ватники и вот по поводу суровых брянских партизан было была такая выставка которая конечно нанесла оскорбление всем людям которые уважают подвиг наших предков которые победили великой отечественной войне герой этого скандала вместо того чтобы сесть тюрьму за все это безобразие без того чтобы вместо того чтобы ему просто на каждом углу били морду получил депутатский мандат от кого от лдпр это та самая партия которая провозглашала провозглашал лозунг мы за русских мы за бедных конечно они не за русских конечно не не за бедных лдпр это такая же партия олигархи как и единая россия вот этого негодника из о царь мяса зовут багдыханов бигиши мухтарович с трудом все это дело произносится но видимо настолько человек россиянин что ему не страшно даже с таким именем оскорблять национальное большинство в россии ну поскольку он по меркам области достаточно крупный дагестанский предприниматель то ему место нашлось в президиуме партии единая россия а вслед за этим он был пригрет в партии лдпр получил депутатский мандат этот человек который известен что он вообще не умеет говорить он не не может связать двух слов зато вот поостроумствовать по потешаться над русскими белорусскими партизанами вот это он смог и за это получил я думаю что прямо именно за это он и получил мандат от лдпр и вместо в руководстве единой россии можно себе представить из кого состоят две эти партии олигархии из самых отпетых русофобов и негодяев что бы они там не говорили какие бы лозунги они не выдвигали чтобы там их лидер их кумир не произносил с трибуны в георгиевском зале кремлевского дворца верить этому нельзя ни одному слову это отпетые негодяи наши самые отпетые враги никакие не американцы даже не евреи а вот вот это вот братья мерзостное которое заседает в государственной думе в региональных парламентах который морочит голову людям по телевидению это самые отпетые самые мерзостные наши враги и их изничтожение мы должны желать всей душой иначе они уничтожат нас поскольку у нас предприниматели уже задавлены до последней степени большинство работает на грани рентабельности или уже за гранью рентабельности разоряется старается убежать спрятать свои капиталы где-то за рубежом или просто прекратить какую-либо предпринимательскую активность мин труда решила помочь работодателям сообщается мин труда предполагает для должностных лиц штраф в размере 30 тысяч рублей для частных предпринимателей до 10 тысяч а для компании до 100 тысяч рублей пока что по кодексу об административных правонарушениях штраф для должностных лиц индивидуальных индивидуальных предпринимателей составляет до пяти тысяч рублей для организации до пятидесяти тысяч ну повысим ставки почему бы и нет почему бы и нет вы надо их увеличить надо чтобы предприниматель вообще ничего не мог минэкономразвития раскритиковала правда этот проект обушесточение ответственности работодателей в ведомстве считают что представленном виде проект не позволит применять к работодателю наказание с учетом степени его вины но действительно предприниматель может быть не виноват в том что чиновники зажали его производящие полезные для людей товары так что он не может даже выплатить зарплату надо увольняться просто там я не платят зарплату надо просто увольняться и не ждать что ситуация улучшится там где не платят зарплату все там уже задавили задушили и считать что штрафы у кого-то остановят да нет просто быстрее будут прекращать производство быть быстрее будут производить увольнения и все просто будут закрывать предприятия поэтому глупость что одних что других надо санкции предпринимать к чиновникам вот если закрывается предприятие у какого нибудь губернатор вот с него и надо брать штраф если какой-то мэр своими действиями привел к тому что стали закрываться скажем торговые ларьки в центре города ну значит не должен быть такой мэр не должен править например в москве собянин который разорил у нас тут практически весь малый бизнес не должно быть таких или он должен штраф по 100 тысяч рублей в день получать ну или хотя бы пусть префекты платят штрафы и там муниципальные депутаты которых тут понавыбирали они все-таки приводят к тому что бизнес сворачивается людей увольняют и вести производственную или торговую деятельность на территории россии становится невозможным если не кормите вот всю эту братью воров и изменников сверху донизу пропитавшего весь государственный муниципальный аппарат олигарх олигарху глаз не выклюет они ссорятся только тешится вот тут миллиардеров михаил прохоров попутно еще основатель партии глаз гражданская платформа выполнил некое обещание которое он дал лидеру лдпр жириновскому и подарил ему некий и мобиль конечно никакого ее мобили прохоров не производит и все это все эти россказни о том что он будет производить некий античный автомобиль это было просто pr-акция ну вот он решил продолжить эту пиар-акцию за счет обмена ценностями жириновский как это у него принято подарил на каких-то там дебатах неизвестно когда часы свои часы стоимостью около трех тысяч рублей михаилу прохорову но вот прохоров обещал подарить ее мобиль ну мол он-то уж конечно такой человек состоятельный и когда будет производиться этот автомобиль он конечно может сможет дарить любому чиновнику или политику но ее мобиль не появилась но вот он единственном экземпляре видимо создан специально для жириновского вспомнил что в свое время жириновский подарил тоже свои какие-то копеечные часы другому олигарху бронцалова бронцалов снял руки с руки какой-то там совершенно невероятный по стоимости браслет такой в золоте и в бриллиантах не знаю уж там в чем стоимость его не оглашалась но вот такой очень выгодный обмен свое время жириновский тоже во время каких-то дебатах произвел и потом эти два мерзавца обнялись облабызали друг друга вот теперь другие в другом составе тоже два мерзавца встречаются обмениваются любезностями все это конечно постыдно выглядит когда вот такие люди становятся объектом внимания как когда они обладают какими-то ресурсами для того чтобы делать друг другу такие вот подарки на фоне ситуации крайне уже тяжелой для страны они так себя пиарит они представляют себя очень состоятельными людьми которые могут очень многое даже вот так вот взять подарить какую-то машину создана в единственном экземпляре идиотов у нас везде хватает вот 26 ноября в москве на показе мод дизайнеры представить кольцо всевласти с изображением владимира путина какая-то там фитюлька непонятно из чего сделаны но главное что физиономия некая якобы она похожа на владимира путина но главное что есть такое вот дизайнерское решение кто-то майку напяливается с портретом человека называющего себя президентом кто-то вот кольцо придумывает наверное будет у людей лишенных вкуса пользоваться популярностью нас интересует степени идиотизации общества вот можно сказать что любой кто наденет это кольцо купит его или кому-то подарит должен быть оценен как клинический идиот хватает у нас не только не только идиотов но и подлецов вот есть некий есть некий российский союз правообладателей возглавляемый придворным халуем никиты сергеевичем михалковым и вот этот в этот эта структура свое время гнусно прославленная тем что хотела собирать с каждого пустого dvd диска себе в доход некую долю это тогда не получилось хотя настойчивость была проявлена невероятная вот представьте себе любой носитель на котором вы можете написать что вам вздумается для своего личного пользования или проигрывания какой-то музыки или хранение какой-то информации для себя для друзей для семьи вот за каждый пустой такой носитель необходимо было платить некую долю в карман организаторов вот этого странного союза правообладателей какие там правообладатели мы на самом деле все правообладатели мы являемся правообладателями всего что находится на этой территории на территории россии большой россии делиться ни с кем конечно не надо и всякие разговоры там про авторские права забудьте забудьте каждый автор является плотью от плоти народа в котором он живет и пользуется всеми благами аудиторию которая приносит ему доход это и есть правообладатели того что любой автор книги там песни или какого-либо сочинения создает как будто бы сам от себя вот нет это либо это божья искра которая на какого на кого-то упала либо это внимание публики которая упала на какое-то авторское произведение обладателями всего этого являются граждане они некие авторы которые пытаются себе что-то там присвоить а тем более уже не какая-то группа лиц которая выступает от имени всех авторов вот сейчас новая инициатива вот этой негодяйской группировки она выступает за то чтобы с каждого интернет-пользователя ну раз он что-то может через сеть просмотреть или услышать надо брать некую долю предлагается тарифная модель если вы имеете подключение к интернету то к вашему счету будь то мобильный телефон или стационарный проводной интернет каждый месяц прибавит еще 25 рублей то есть примерно 300 рублей в год не много не мало у вас в квартире компьютер у вас кармане телефон с интернетом вы должны платить почему вы должны платить какой-то группировки причем все должны платить выступил с этой инициативой гендиректор российского союза правообладателей сергей федоров мне кажется что надо каким-то образом не просто послать этого господина федорова и его хозяина михалкова вместе с их патроном в кремле надо послать их как-то очень грубо москва место крупномасштабных афер и московские власти проводят такие аферы с лицевыми и расчетными счетами которые остаются после владельцев которые умерли или уехали и жилой фонд должен поступить в собственность государственную или московскую муниципальную и дальше жилплощадь должна перейти к очереднику который ждет этих условий улучшения своей жизни в течение многих лет десятилетий чаще всего но как вот сообщается по сообщению одного из депутатов района сокольники отработана иная схема не попадают эти жилые метры к очередникам эти квартиры сдаются родственникам или там поселяются какие-то нужные люди для хозяйственных целей их туда поселяет местная власть только в районе сах и сокольники как оказалось есть полсотни квартир закрытыми лицевыми щитами то есть которые проходят как нежилые якобы там никто не живет в результате проверки выяснилось что проживают некие люди в одной из квартир живут родственники руководителя муниципального округа района сокольники ирина крестовской в другой квартире проживают работники местом местного жека вместе с приезжими с украины и непонятно платят ли эти люди за то что они занимают эту жилплощадь и кому они платят скорее всего это черный нал который они передают тем кто их осчастливил 3 декабря опубликована информация об окончательном решении московских властей перейти к финансированию капитальных ремонтов многоквартирных домов за счет коммунальных платежей то есть на нас все это дело вешают примерный тариф это 18 рублей за квадратный метр в месяц то есть за 50 метровую квартиру такую маленькую двушечку примерно 900 рублей в месяц 10 тысяч рублей в год вот это то что господин собянин хочет повесить на граждан россии на москвичей которые вовсе не жируют как многие думают а подавляющее большинство едва сводит концы с концами а господин собянин хочет чтобы таких людей стало больше видимо как как с какого-то момента придется просто не платить по коммунальным платежам а те кто придет выбивать долги встречать с дубьем как обычно встречали русские люди непрошенных гостей и объединяться какие-то дружины наверное отбиваться от этих как их там называют коллекторы что ли то есть бандформирование который московская власть и так уже нанимает для разного рода цели например для сноса гаражей без всяких компенсации вот эти бандиты как раз и охраняют те кто сносит сносит гаражи но теперь они наверно будут приходить ко многим гражданам может что-то выносить из квартиры или просто применять физическую силу надо готовиться к тому что собянин будет запускать вот этих коллекторов банды коллекторов о москве гражданам которые просто не в состоянии оплачивать вот те новые платежи которые собянин для них придумал еще одна афера одновременно собянин под городские нужды конфискует частную собственность он подписал указ об изъятии семи жилых домов расположенных на улице наводачная в северо-восточном округе москвы все здания и участки изымаются для строительства путепровода через железнодорожные пути ну что ж захотел конфисковал взял подписал бумажку вот и все где это не возврат к социализму это возврат бандитизму вот такими бандитскими порядками управляется москва такими бандитскими властями господин собянин самозванец на своем посту поэтому действует как самозванец но что с самозванцами делали на руси ну сначала с какой-нибудь колокольни головой вниз потом прах в пушку и выстрелить куда-нибудь в сторону польши я не знаю куда там выстреливать нужно собянина может быть сторону якутии откуда он приехал но по крайней мере в москву и в москве ему точно не место и у москвичей он не пользуется никаким авторитетом только у чиновников только у них но с чиновниками у нас тоже не может быть никакой дружбы они уже составили свою вертикаль нам русским людям надо составлять свою вертикаль вертикаль своей собственной русской власти а прежде чем произойдет создание русской власти нужно конечно построиться в русские полки собраться в русские общественные организации и совместно объединиться в русское национальное движение в русский национальный фронт